Сегодня мы поговорим о кистях, которые лучше всего подходят для работы с акриловыми красками. Какие кисти можно использовать? Синтетические кисти – наиболее практичный вариант. Подходят для разных техник и задач, легко моются и не деформируются. Примеры – плоские, круглые, овальные, флейцы, натуральные кисти. Используются для более тонких работ, требуют бережного ухода, не подходят для длительного контакта с акрилом. Примеры – беличи, колонковые, особенности работы с кистями. Акрил имеет крупный помол пигмента, быстро. Съедает натуральные кисти, требует тщательного мытья кистей после работы, уход за кистями. Промывать теплой водой с мылом после каждого использования, хранить в вертикальном положении, использовать специальные защитные колпачки, не допускать засыхания краски на кисти – советы. Начинайте с небольшого набора кистей, покупайте кисти в соответствии с вашими потребностями. Экспериментируйте с разными типами кистей, ухаживайте за кистями, чтобы продлить срок их службы. Дополнительные материалы – влияние пватемперы на состояние кистей. Пватемперы менее агрессивны по отношению к кистям, чем акрил. При работе с пватемперой кисти также необходимо тщательно мыть, для пватемперы можно использовать те же типы кистей. Что и для акрила, благодарю за внимание, буду рада вашим комментариям, подпискам и просмотрам. До новых встреч!